Всем привет! Мы уже у Вики. Сейчас Алису подстрижем, заплетем. Кончики давно надо было подстричь. Помните, она с нами не попала в прошлый раз. Вот теперь мы приехали. Она сонненькая еще. Мы подстригли кончики. И Вика сейчас заплетет немножко Алису, чтобы мы могли эту шапочку с ушками надеть. Нормально. И потом мы еще сгоняем к педиатру, чтобы он Алису послушал. Она так кашляла с утра, что это кошмар. Именно вот такой кашель шел сухой, 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 сухой. И только под конец она раскашлялась, что он как бы стал мокрый. Мне кажется, надо какой-то сироп добавлять, чтобы она выкарабкалась побыстрее с этого всего. Что, зайчик? Что, маленький? Пять минут, я заканчиваю уже все. Я быстро не хочу. Так, ну что, все. Наша девочка готова. Вот такую ей придумала прическу под костюм, чтобы мы могли свободно надеть ушки. Все, доченька, слезай. Пойдем. Сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, мои двое-то. Пожалуйста. А вот и наша семья. Все втроем. Как хорошо вы смотритесь. Да. Да, привет. Спасибо. Привет. Мудница твоя. Давайте, за костюмом. Да, сейчас бежим, Леночка. Давайте. Надеюсь, что он там будет. Да, сейчас я скажу, подберите мне петушка и все. Все, проблема. Хочешь что-то придумать. Ну, а вдруг он там только на малышей, знаешь, мало ли. Ну, так тут красный. В крайнем случае к кукольный театр еще обратимся. Ну, да. Все, мы к врачу, а вы за костюмом. Давайте. Пошли, давай. Потом увидимся. Посмотри на него, какие эти штаны. Что ж? Ой. Ох ты. Повернись сюда ко мне, к маме и дыши хорошо. И сюда такая хорошая владеешь. Дыхай. Глубоко вдохни так. Много воздуха, да. И выдохни. Умница еще. Молодичек. Сильнейшь? Сильно. Еще. Еще. Дыхай. Дыши. Сильно. Давай сильно, сердите подыши. Еще. Блин, хрипів нема. Угу. Хрипів нема. Взагалі нема. Покажи мне язык. Давай, горлышко. Не болят? Ну, не жалуюсь. Ну, язык все время жалуется. Язык болит, да язык болит. Я уже не понимаю, что у него там болит. Под языком вроде как. Да я тоже ничего не вижу. Странна хвороба вся. Да, да, да. Странна хвороба. Горло. Катя тут нам с Настей рассказывает, как их полиция обыскала с друзьями. Говорит, пошла снимать сюжет в заброшку ночью. И приехала полиция, вышла с автоматами. Так а что они вам сказали? Типа, что вы тут делаете? Ну, наркотики проверяли. Ну, не нас проверяли, а есть ли у нас наркотики. Что, обыскивали прям? Да. Обалдеть. Егорка наверху, Олечка, с тетей Олей. Они даже в море заставили, как выручивать сидеть. Картель. Картель, справа, вот так просто на пустом месте. Самому нет. Ну, на пустом месте ночью в заброшке какая-то компания. Что могли сказать? Если бы они видели, как они закладку достают, окей, тогда понятно, что обыскивали. А мне бы могли нас или увезти куда-то в отделение, наверное, или получить какое-то разрешение на обыск. Ну, конечно. Ну, если бы мы начали... А вы не имеете права нас обыскивать, что нас еще больше захотели обыскать. Ну, да. Да уж. А еще прикол, у мальчика была флешка. Они попросили крышечку открыть. Говорят, открывайте, что на флешке. Он такой, в презентации. Ну, да, но... Понимаешь... Алиса пошла с ним погулять. Давай, вы... Смотрите, сначалки пить можете. Ты учишь дом строить? Нет. Треугольник здесь лишний. Треугольник будет как крыша. Смотри. Вот. А теперь рядышком строю. Рядышком. Вот здесь. Он ломать хочет. Мы так дома... А Алиса так же любила в его возрасте разламывать. Вот такую построить, и потом... А-а-а! Да? Это какого цвета? Зелёный. Зелёный. А это зелёный синий. А синий кубик? Возьми синий кубик. Ой. Синий где? Синий где? Синий. Я строю замок с собой. Что ты хочешь? Вот это? Вот это? А Егорке два, тетёль? Кто? Два с половиной. А, два с половиной уже. Два с пятной, два с половиной. Ясно. Ну, строй давай. Я тоже строю замок с собой. Тоже замок с собой. Молодец. Я из Кирпичи. Я строю замок с собой. А Егор из цилиндров, да? Смотри, стену делает. Вижу. Башню. Да, башню. Да. Башню. А это будет твой замок. А это будет замок мой. Алисенька, поехали уже сказку снимать. Это мои шишки-замки. Надо помочь построить. Алисенька, поехали сказку снимать. Поехали. Уже Надя с Дашей нашли костюм петуха. Поехали на базу Бакалепа. Я вызвонила. Я вызвонила. Что такое, Умка? Что ты лаешь? На Беню? Бенька, Батошка. Двор уже опять весь засыпан листьями. Как будто бы и не пылесосили. Вообще в этом нет смысла. Они каждый день падают. Смысл, когда уже все попадают, наверное, пылесосить. Я иду звать бабушку, и мы уже выдвигаемся. Поедем. Костя уже завел мотоцикл. Алиса смотрит, как папа на мотоцикле уезжает. Все? Папа сегодня на мотоцикле, да? Да. Ну, поехали. А шапку с собой мы взяли? А что, мы поедем без водителя? А у нас еще один есть водитель. Еще есть водитель. А кто у нас еще умеет водить машинку? Вспоминай. А? На. На. Бабушка тоже умеет. Да, бабушка тоже умеет. Настя же водит машинку. У нее же тоже есть машина. Настя нас повезет. А, Настя? Конечно. Пошли, доча, залезай, мушек. Ой, осторожненько. Взяли с собой нос промывать, спрей, капли. Папа уехал. Да. Настенька уже за рулем, видишь? Куда пока ты с нами? Какой домой? Садись. Не едет она. Шуточки. Сейчас Катюша сядет, тебя пристегнет. Ехать нам долго, почти час. Настюшка уснула. Взяли вот эту штучку, чтобы голова не падала. И едем себе тихонько. Думали, что уже останемся без костюма петуха и ничего сегодня не снимем. Но потом я вызвонила на базе бакалей. Оказывается, все есть. И на взрослых, и на подростков, и на детей. И Надя с Дашей туда съездили и там нашли. Надя говорит, очень красивый костюм. Вот. И они сейчас тоже в дороге едут. Все мы едем. И второго мышонка вместе с Алисой будет играть мальчик, которого мы еще вообще в глаза не видели. Но он наш подписчик, очень нас любит. Он смотрит канал Хомки. И его мама нас случайно встретила до этого. Записала мой номер телефона и попросила его на день рождения. У него будет день рождения в конце ноября. Можно ли ему к нам прийти в гости лимона посмотреть? Я сказала, да, хорошо. И мы поменялись телефонами. И вот, когда вдруг неожиданно заболел Кирюша, я вспомнила про маму с мальчиком. Матвей его зовут, ему 5 лет. И рост у него 110. То есть костюм идет на 110-116. Я позвонила им и говорю, хотите, поехали с нами, вот снимем сказку. Так что они тоже в дороге. В общем, мы вот тремя семьями выдвинулись в холодный яр. Мы, Надя, с Костей, с Дашей. И люди, которых мы еще практически не знаем, вот приедем и познакомимся. Маму зовут Наташа. Вот мальчик Матвей, еще у него есть старший братик. О, перегнал нас. Мы едем прямо за Костей. Ехать нам еще полчаса. Не знаю, что Костя чувствует в такие моменты, но он мне говорил, что очень красиво, когда едешь. Ветер в лицо, разноцветные деревья, осень. Что ему очень нравится, вот это ощущение. Костя, когда вчера вот это придумал на мотоцикле поехать, ох, и счастливый был от того, что ему это пришло в голову. Тем более, Настя сейчас, у нее машина в ремонте, она сама говорит, что хочется водить, хочется за руль. Короче, всем хорошо. И Настя за рулем, и Костя за мотоциклом. А нам-то все равно, кто нас везет. Главное добраться туда, куда нужно. Что это мы такое проезжаем? Еуралис. Даже не знаю, что это такое. О, доехали мы до полей. Так, Чигиричина. Вот мы куда въехали. Уже еще 20 минут нам ехать. На Косте гуси побежали. И перекрыли нам дорогу. Алло, нормально или нет? Ты только не задави их. Да нет, конечно, я что. Какие-то агрессивные гуси, гля. Они, короче, были гуси, Алисочка, аж проснулась. Они были сбоку вообще, слева. А тут едет Костя, и они начинают за ним бежать. Так смешно. И пофиг, что машина еще сзади едет. Алисочка, надевай солнечные очки. Я же тебе взяла их. Где они там? Мы въехали в Мельники. И уже вот-вот приедем. 8 минут так осталось ехать. Интересно, живет тут кто-нибудь из наших подписчиков? Если да, напишите в комментариях. Может, вам будет приятно узнать, что мы приезжали сюда.